итак я подключил планшет вакуум и нажимаю клавишу пуск создайте свой идентификатор вакуум айди я это сделал зарегистрировался на сайте вакуум получил идентификационные данные не автоматически здесь прописались далее выбор ориентации здесь я тоже уже эту процедуру сделал видите для большинства людей ориентация ну большинство это так больше 50 процентов ориентация справа расположение основного блока зоны где рисует человек и слева клавиши управляющие у меня наоборот я левша поэтому у меня управляющие органы расположены справа зона рисования слева под левшу далее мы настройка экспресс-клавиш здесь вот под выбором настройки экспресс-клавиш находится меню вакуум десктоп-центра она открылась на я так понимаю что нужно сначала пройти все эти этапы а потом уже дальше переключаться на вакуум десктоп-центр и делать то что необходимо а вот это пожалуй самое интересное сейчас на этом этапе это настроить функцию рисования на бумаге видите здесь отдельное приложение установка приложения ink space которая дает возможность вот так вот в реальном времени в некоторых ситуациях вводить информацию рисуя по поверхности планшета процесс установки нужно так набраться немного терпения сейчас нам нужно перезагрузить компьютеры после этого мы продолжим а я тем временем готовлю планшет к рисованию значит нам нужно взять лист бумаги ручку подготовить с гелевым наконечником и с чувствительностью к нажимам и установить вот эту вот клипсу которая будет удерживать лист точно над кадрирующими рамками вот получилось я поставил в точности над кадрирующими рамками клипсу и теперь нажимаем клавишу и можно лист положить ну я думаю что это не принципиально однако вот где-то между кадрирующими рамками мы размещаем листочек так чтобы грани границы листа были параллельны границам планшета вот вот итак потребовалось перезагрузить компьютер и теперь установилась приложение вот появилась пиктограмма на рабочем столе вакон инкспейс и можно было бы конечно нажать далее но любопытно что же там такое поэтому кликнем по пиктограмме и запустим это приложение расширьте возможности работы с заметками и эскизами начать начнем так условия использования политика согласиться а вы читаете эти условия когда нажимаете согласиться теперь соединить и так настроить устройство для создания эскизов или заметок на бумаге соединить ну что у нас все подготовлено попробуем это сделать выбор ориентации планшета о интересно здесь можно и в портретной ориентации делать наброски но сейчас планшет у нас лежит в стандартной панорамной пейзажной ориентации тоже здесь вот выбор под левую или под правую руку поскольку планшет у меня справа находятся все клавиши быстрого доступа я переключаясь вот в такое положение дальше войдите в систему или задайте идентификат вход успешно выполнен я так понимаю закрыть это окно выполнено завершено выполнено установка приложения vacuuming space завершена прикрепление зажима и бумаги прикрепите зажим к планшету intoos pro и расположите лист бумаги как показано на рисунке лист бумаги прикрепили поднесите чернильное пирог к листу бумаги ну вот он момент истины здесь я такую нехитрую процедуру придумал я установил трансляцию с моего мобильного телефона вот он здесь установлен и это дает возможность видеть вам и то что происходит на экране компьютера и то что на планшете камера мобильного демонстрирует возможность небольшим запозданием значит поднесите чернильное пирог листу вот я беру и подношу чернильное перо зеленый светодиод да действительно горит зеленый светодиод очень хорошо рукописный ввод или рисование когда вы начнете писать или рисовать цвет цветодиода изменится на синий ну что попробуем да надпись появилась здесь теперь нарисуем какую-нибудь иллюстрацию ну такая видите есть небольшой перерыв идет скачивание файла интересно теперь попробовать хорошо все работает посмотрим переключаемся на этот файл это изображение уже компьютер значит здесь есть режим резинки режим резинки вытирает ну здесь я использую мышь для этого процесса вытирания но тем не менее видите достаточно простой логичный лаконичный режим если что-то нужно подправить так сохранить экспорт текст jpeg png в векторный формат очень хорошо вот это самое пожалуй интересное попробуем экспортировать в svg формат открыть этот файл в adobe photoshop размер изображения цвета rgb и так далее совершенно прозрачно процесс открытия векторное изображение конвертируется в данном случае в пиксельный слой и мы можем уже с этим пиксельным слоем выполнять процедуры которые умеет делать photoshop работая с растром ведь сглаженные элементы еще что-то подрегулировать и так далее и тому подобное здорово отлично попробуем теперь более активно порисовать просто и экспортировать в разные форматы в разные приложения а тем временем мы продолжаем настройку настроить функцию рисования на бумаге сделано установили далее перемещаем любые настройки можно изменить в вакуум desktop center готово стандартное окно свойств планшета вакуум мы видим настройки кольца экранных элементов управления знаете да под каждое приложение мы можем свои комбинации клавиш настроить что очень удобно и я рекомендую в начале посидеть потратить время и продумать как будет работать с тем же photoshop ваш планшет подумать какие-то комбинации клавиш допустим не настроена control shift все процедуры шаг назад шаг вперед очень удобно если какой-то штрих не самый удачный получился отменить этот штрих и по новой его нанести то есть вот такие ключевые базовые параметры под photoshop планшет уже изначально хорошо настроен потому что это одно из ключевых приложений и здесь здесь у меня два дисплея поэтому индикация вообще выводится информация сразу же на два дисплея и при этом чувствительность пера планшета настолько высокая что даже на одном дисплее комфортно работать даже небольшая часть планшета у меня работает в качестве хорошего такого вот манипулятора и так мы настроили vacuum ntos pro paper edition для рисования и для работы с пером в режиме стандартного планшета а также установили программу ink space для рисования и провели первое тестовое рисование нарисовали вот такой эскиз написали несколько слов загрузили в программу и даже экспортировали и открыли в adobe photoshop если вам понравилось данное видео обязательно поддержите его нажав кнопку лайк под этим роликом а также не забудьте подписаться на канал эти диджит цифровые медиа технологии продолжение следует